Так вот, несмотря на всё это, на склонность советского общества к воздействию коллектива на человека, Самохвалов – стопроцентный карьерист, т.е. он приспособленец, он везде старается найти своих людей с точки зрения руководителя, если что, это правильно, потому что ему здесь работать и показывать результат. Кстати, в Советском Союзе это называлось кумовство, когда везде свои, а теперь это называется красивым словом нетворкинг, и нетворкинг – это прекрасно, когда у тебя везде знакомые, которыми ты пользуешься, а они тобой пользуются – это нормально, а тут кумовство – это плохо. И чтобы человек, который заточен на всё это, взял, отдал компромат на самого себя не самой разумной, но гиперэнергичной женщине, которая всё это разнесёт. Похоронит карьеру. На фига карьеру-то себе портить? Ты чего? У него там молодая жена по дому ходит в халатике, сейчас это всё дотуда дойдёт. Как работать в таких условиях-то вообще? Ну, пишет там кто-то любовные письма на работе. Но если ты сам это отдашь, это против тебя, первейший же козырь. Чтобы вот это сделал руководитель, да ещё и карьерно ориентированный, как сказали бы сейчас, это очень большое допущение для произведения. Я это объясняю единственным способом, что Эльдар Александрович патологически ненавидел руководство. Количество идиотов-начальников в фильмах Эльдара Александровича… Они все такие. У него все начальники – идиоты. Все границы. Интересно, посещала ли мысль творца, что сам он является начальником достаточно высокого уровня? Не пробовал ли он общаться с подчинённым? Как они относятся к нему, и как они оценивают его руководящие качества? В мемуарах всем очень нравилось, как он написал. Я бы ещё тебе вдогонку сказал, что гражданин Самохвалов, назовём его карьерист, хотя мне всегда как-то странно, у меня есть некие амбиции, которые я хочу реализовать. Например, если я слесарь на участке, то мои амбиции путём работы напильником не реализуются. Мои амбиции требуют, чтобы я, например, стал мастером участка, и тогда я тут вам разрулю, мы сразу увеличим больше, лучше туда-сюда, ещё лучше, чтобы я был начальником цеха. А, возможно, уровень мой таков, что я бы директором завода или руководителем отрасли, потому что такие мои амбиции. Это хорошо или плохо? Ну, с моей точки зрения, это хорошо. Мужчина без амбиции. Да. Я, во-первых, с коммунистической точки зрения, работая, я приношу пользу всему обществу, я чётко понимаю, что это не мой уровень, я могу выше, и я могу лучше. И, опять-таки, если в тебе нет амбиций, то ты какой-то странный мужчина. У русских это распространено просто в нехороших пропорциях, как в армии, знаешь, чистые погоны, чистая совесть. Вот. И гражданин Самохвалов, поднявшись на вот такую ступень, это у создателей, на мой взгляд, просто отсутствует понимание того, ну как он поднимается. Ну, первонаперво, разбирается ли гражданин Самохвалов в людях, например, дабы хотя бы по головам ходить, хотя там не видно, что у него какая-то конкуренция, и он там в морде распихивая локтями куда-то стремится. Это знаешь, мне это всё время напоминает, я ещё молодой был совсем, я очень быстро понял, как масса вещей в коммунистическом обществе работает. Вот, например, я подхожу, стоит очередь. Громким, хорошо поставленным голосом, я когда-то сержантом был, знаешь, вопрос, кто тут крайний, это важно, не последний, как ты понимаешь, я, а вы за кем стоите, вот за этим, а вы за кем, а вот за этим, спасибо большое, вот я стою за вами, если что, громко, чётко, понятно отруководить. Если они что-то там тупят, громко, чётко, понятно объясняют, что вот этот за этим, этот за этим, а у вас тут не стояло, и в мгновенье ока ты превращаешься в руководителя этой очереди, а если там, боже упаси, надо писать списки, а ты громче всех говоришь, ты уже начальник, и все беспрекословно будут тебя слушаться, за редчайшим исключением. Ну, в чём дело-то, ёлы-палы, вы что, считаете, что я, будучи руководителем, вообще не понимаю, как с людьми обращаться, это я просто в очередь пришёл, где я знаю, как психология соотечественников работает, и вы считаете, что я вот не знаю, как, забравшись наверх, я не понимаю, как приструнить мужика, чем на него надавить, как с ним поговорить, в каждом случае индивидуально, как поставить на место странную тётеньку, которая внезапно восплыла непонятными чувствами. Ну, т.е. взять и эти письма отдать куда-то, блин, вот я карьеру строил, 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 приехал из-за рубежа, занял должность здесь, пойду ещё выше, а тут я возьму и всё сломаю. Нет. Вы не понимаете, как это работает просто. Наверное, что в министерстве потом следующие 10 лет ходил, говорит, а, это тот, который... Идиот. Да, да. С бабой разобраться не мог. Молодец. Ну, поэтому я это списываю как раз на то, что Эльдар Александрович, он ненавидел руководство как таковое, и вот старался воплотить такого персонажа у себя.